здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня 31 марта 2024 года рано у нас пришла весна в этом году сейчас приблизительные температуры такие как в мае месяце бывает чем я сейчас занимаюсь на участке покажу вам что я делаю как я вынес растений вот видите саженцы винограда который вот я уже вынес они спокойно стоят обычно я их выношу где-то 9 10 мая и редко когда в первых числах мая выношу вот сейчас я вынес прекрасно себя чувствуют вегетирующие саженцы 31 число сегодня вынес их позавчера то есть это 29 числа вынес вот некоторые высадил прям сразу прям сразу на улице из черенков я их немножко от подела вот видно но в общем итоге растут укореняются все прекрасно вот сделал вчера вот пересадку растений которые были в по девятках вот видите вот такое количество тут и клёны у меня начал очищать растения от сорняков то есть вот эту полностью грядку всех все от сорняков очистил вот осталось мне вот здесь вот кусок этот очистить вот это все у меня вот ну полторы вот эти вот отсека отечищены от сорняков там все чистенько вот здесь вот остается вот тот вот кусок сорняками надо почистить и вон тот отсек сорняками и иду дальше туда все очищать от сорняков здесь у меня уже пересажены ту я уре и она на вот она было в таких маленьких горшочках она полностью с корнями вот пересадил чтоб росла дальше здесь у меня пересажены павловни войлочная взял технологический срез вот пока пока в таком состоянии здесь остались корни просто корни повтыкал павловни войлочные здесь должны появиться почки должна пойти в рост вот это вот такие пересклеты все было в по девятках все по пересаживал сейчас что у меня начинает сходить прям вот скажем так под открытым небом вот у меня начинают сходить таксодиум и вот один таксодиум или болотники париса 2 здесь вот кучу я насеял этих нашел такую крупную шишку скажем так семенами платана вот носил платан надеюсь будет в этом году платан тоже у меня саженцы очень вот так вот все я посеял потихоньку потихоньку начинает все сходить что хочется отметить было мороз минус 12 две ночи вот обратите внимание сеянцы граната видите все все выжили просто в тонкой узкой плашки были посеяны оставил на зиму перезимовали вот прекрасно себя чувствует проснулись начали расти в идеале сейчас конечно этот гранат надо будет пересаживать отдельно каждую отдельно каждый хотя бы в по девятку здесь вот у меня были мандарины разные в общем цитрусовые практически вот видите все погибли вот осталось вот один остался в живых вот этот будет самый такой крепенький вот пока пускай растет не трогай его посмотрим как как он следующую зиму следующую зиму также перезимует уже начну высаживать его открытый грунт вот этот и вот этот видите остальное все вроде как бы погибло вот видите тоже цитрусы были тоже в принципе практически под корень вымерзли да они снизу выбьют но это уже будет не то вот тоже цитрусы были видите замерзли а вот эти вот видно такие ну чувствую себя вполне неплохо вот таким способом я отбираю самые крепкие самые морозостойкие сорта приспособлены к нашему региону вот смотрите у меня сплошняком с прошлого года вот так же зимовало прям в общем ящики это кипарисы колонновидные вот это тоже у меня задача вот эти все кипарисы пересадить здесь у меня павловни также нужно это все пересаживать тоже в общем ящики тоже буду сейчас этим всем заниматься идем дальше вот что у меня сейчас взошло вот такое импровизированную тепличку сделал у меня взошло вот начинают сходить кедры и малайские вот здесь у меня кедр посмотрим что за кедр тоже гималайский у меня еще по-моему я ливанский покупал ну ливанского пока нет увидите гималайский гималайский кедр всходит бобовник зашел вот секвой начинает сходить вот идет несколько штук начинает сходить секвой там дальше таксодиумы всходят вот в круглых вот этих чашках и пока нотки парисовики вот видите начали сходить это вот они гибриды кипарисовиков что я вам говорил это голубой кипарисовик и желтый кипарисовик вот вместе перепылились получили шишки в общем вот посеял буду наблюдать смотреть что касается кипарисовиков покажу какие у меня интересные кипарисовики тоже получились тоже от гибридов очень интересные сейчас пересадил их по девяткам росли в кассетах вот смотрите вот такой зеленый и желтенькие кончики вот смотрите зелененький так зелено-голубой даже желтые кончики вот интересные кипарисовики вот обратите внимание вот есть вот просто голубые а если такие зеленые желтыми кончиками вот смотрите вот как красиво это все выглядит ну пока у меня это скажем так эксперимент пытаюсь получить какие-то новые расцветки кипарисовиков по барбарисам вот из черенков смотрите барбарисы чувствует себя в принципе пока неплохо в таких маленьких меньше чем по девятка горшочки сидят пока здесь вот у меня начеренкованные лавровишни тоже посмотрим пока пока в принципе относительно неплохо себя показывает здесь вот и вынес на улицу вот три штуки пини на солнце стоит пока нормально от пальмочки которые сходят из семян тоже видите на улицу ты вашингтоне и трахикарпусы и пути и общем вынес на улицу это все здесь кучу у меня вот это все это у меня здесь посеяны семена пальм вот этот весь отсек это семена пальм здесь у меня будь ю ай не будь юбею чилийскую посеял вот вот такого плана в общий горшок будут сходить буду их пересаживать здесь у меня будь и посеяно вот видите вот пока посел в общий горшок будет сходить также буду пересаживать здесь у меня пузыреплодник диабло его также почеренковал конечно поздновато пузыреплодник черенкую я обычно когда почка только начинает проклевываться вот тогда самое время для черенкования пузыреплоднику ну немножко припозднился весна пришла рано сейчас температуры стоят такие до 25 27 градусов днем несколько дней до 20 градусов стояла днем ночью плюс 10 уже стоит такая как вот в мае температура такая вот и сейчас в общем вот как то так немножко почеренковал метасиквою гортензию немножко почеренковал немного чуть-чуть гортензия особым способом сильно не пользуется почему-то почеренковал вот это мои пальмы эти все питоспорумы все вот по приносил на улицу все стоят в общем как то так вот все вынес и корделину вынес корделина как они красивые и вот вынес эти арека это или хризолида карпус и этот пальма ливенстона немножко так в полутень поставил ее чтоб листья на солнце не погорели также вот такой араукарию домашний вынес араукарию чилийской многие спрашивают вот показываю араукарию чилийской скоро буду высаживать в открытый грунт пока клумбы не готовы честно думал в мае месяце придет тепло но пришло тепло чуть пораньше это мои секвой дендрон ну пока пока не движение никаких нет посмотрим как начнет расти сниму отдельное видео в принципе все растет вот фатине смотрите как вот классный красивый прирост дает тут у меня тут два сорта одна такими вот прям ярко-красная а другая оранжевый прирост дает то есть два сорта вот в принципе все о вот этим растения сейчас еще покажу вот по трахикарпусом пока сидят пока роз не показывает особо это неудивительно недавно было были пересажены здесь вот только единственного то листик пошел мне кажется что листик чуть вышел побольше здесь из того что я привез вот этот видно чувствует себя нормально лавр вот это чувствует нормально вот это немножко погорел возможно сдохнет возможно отобьет посмотрим это вот мушмула японская все изъеденные конечно паразитами надо обрабатывать сегодня буду обрабатывать магнолия скорее всего пришла в негодность при пересадке очень вот так выглядит печально и вот здесь вот у меня куча пальм сейчас я вам покажу вот который я вынес на улицу это хомеропсы юбей вот какие юбей уже пересажены классный трахикарпус и пошли в рост вот хомеропс трахикарпус и вот вашингтоне немножко конечно вашингтоне цвет листа поменяла такая белесый стал ничего страшного вот любили даже семечка вот это юбей осталось здесь идет и семечка выращена четырехлетка юбея принципе чувствую себя вполне неплохо если надо будет сегодня полить и это вот пойдет в открытый грунт у меня вот верхушка пошла молодая начата подпортилась сразу вынес на улицу на что-то подпортилась ты цветоносовый ходил ну обрезал также вынес саговник все нормально стоит тоже надо полить вынес также финиковую пальму тоже прекрасно стоит это тоже гортензии буду сейчас пересаживать гортензии много разных сортов буду сейчас пересаживать пока не знаю по-хорошему надо их немножко почеренковать посмотрю может быть сейчас чуть-чуть почеренку их чтобы были саженцы к лету в общем вот гортензии это гортензии уже почеренковал вот верхушки срезал пускай растет кустом вот пожалуйста гортензии перезимовали спокойно легко вот пожалуйста это в горшках и шоу грунте вообще зимует великолепно вот есть гортензия такая темный ангел вот с такой от темный но не знаю в идеале наверно вот эти деревья вот эти вот затвердевшие черенки на черенки надо наверно пустить и выращивать уже с корня нормальные молодые но по-хорошему вот но вот эти вот черенках они должны одревесневевших цвести в этом году ну посмотрим саговник уже конечно надо полить что еще что еще пока пока так вот фикусы гонез на улицу состоят на улице абсолютно хоть бы что самое непривередливое это вот тоже тут цветонос пытался выпустить на не знаю наверное будет свистеть олеандр вот этот олеандр у меня цвел прошлое прошлое лето все лето цвел вот выпустил вот такие вот цветоносы и пока вот всю зиму сидел прироста абсолютно никакого не дал за то время когда был в доме вот видите да абсолютно все зимовал так магнолии которые потихоньку начинают просыпаться там агнолия уже отцвела там агнолия зацветает вот начинает раскрываться эти цветки вся в цветоносах вот это грандифлора пока сидит видите пока еще сильно не просыпается поэтому есть надежда что-то грандифлора который я пересадил отобьет будет более или менее что еще что еще хотел показать просыпается барбарис лавровишня в общем как то так